Дорогие друзья! Дорогие друзья! Которые преодолевают любые расстояния ради нашего любимого клуба, за что мы все им очень благодарны. Итак, матч начинается. Команды выходят на поле. Угловой ворот дачи. Подача и отдел роли пытаются пробить, но, к сожалению, мимо. Ответный угловой ворот Мил Сами, который, к несчастью для нас, завершается голым рожком ворота Андриана Нигая. А теперь предоставляем вашему вниманию моменты, которые либо остались совсем без внимания судей, либо были наказаны недостаточно для подобного рода нарушений, но это уже останется на совести судей. К сожалению, гол в первом тайме был забит в наши ворота. Но этот тайм был насыщен не только яркими моментами, но и жесткой игрой игроков дачи. Также судейство в одни ворота заставляло вскакивать весь тренерский штаб Мил Сами. Узнаем мнение болельщиков. Со стороны нашего клуба в данный момент в первом тайме очень сыграла слабая защита. Но мы думаем, что эти ошибки сейчас будут исправлены. Тренеры скажут свое мнение и напутствуют игроков. И думаем, что во втором тайме мы не то, что сравняем счет, но думаем и ожидаем, что мы победим. Звучит свисток и вторая 45-минутка началась. Исполняют страхной игроки дачи. Оргу бьет поворотом, но так как мяч успевает в полете задеть защитника Мил Сами, судей решили засчитать именно автогол. Матч завершен. Счет на табло 2-0 в пользу дачи. Очень разной раз получилось так, что Мил Сами создают моменты и проигрывают. Это уже с того болезнь, наверное, какой-то. Наверное, это болезнь все-таки. Начинать игру начали очень уверенно, создали кучу моментов, не забили. И вслед пропустили два гола со стандартом. Здесь просто безслужие, что хочу сказать. Стандартное положение в обороне безобразное сегодня отработали. Безобратно. Такое есть ощущение, что команда, может быть, не хватило времени для того, чтобы сыграться. Они не всегда хорошо понимают себя в кабинетах. Особенно проведение атакующих действий в футболе. Это очевидно, потому что я отмечал и раньше, что нужно время для сыгранности. Но еще нужно не только время, а еще нужно, чтобы каждый прилагал максимум усилий для победы. Потому что у нас не совсем все полностью отдаются этой игре. И оборонительные действия у нас еще есть тоже проблемы. Ваши слова, значит ли, то, что вы будете делать какие-то организационные мылоги и других футболистов использовать и выпускать? Безусловно. Будут играть те, кто хочет играть. Независимо от фамилии, от уровня игрока. У нас уровень на бумаге только. На поле пока я не вижу этого уровня. Поэтому я хочу, чтобы, не хочу, а будут играть в следующую игру те, кто действительно хочет. И кто будет убиваться за эту команду, за болельщиков. И за свое собственное имя, в конце концов. Спасибо. Так как эмоции после матча зашкаливали, и заполучить мнение игроков нам не удалось, поэтому мы решили навестить их на тренировки. И узнать, что они думают о прошедшем матче, а также как проходят подготовка в следующий тур. У нас, наверное, много не получилось в прошлой игре. Я думаю, что, в первую очередь, не получилась игра в пас у нас. Много били мяч вперед, никакого контроля абсолютно не было у нас. Да и моментов не сказать, чтобы было много, чтобы мы могли выиграть эту игру. Ничего, будем готовиться. Это футбол. Все бывает. Как проходит подготовка к следующей матче? В обычном режиме, как всегда. Готовимся, настраиваемся, надеемся и верим, что игра с Косленами будет лучше, чем игра с Дачей. Хотим доказать, что это две игры, эти были случайность. Что где-то не везение, удача была не на нашей стороне. Продолжение нашей рубрики «Вне игры». Сегодня мы в гостях у центрального полузащитника футбольного клуба «Милцами» Евгения Сливки и его прекрасной семьи. Они нас уже ждут, так что не будем задерживаться. Евгений Сливка. Родился 13 июля 1989 года. 25 лет. Амплуа – полузащитник. Гражданство Молдова. Семейное положение ниже нас. Привет, ребята. Как у вас дела? Расскажите, как настроение? Меня зовут Ланой Акаса. Тот нормал, тот пенни. Ваш тептамон в госпитале Ланой. Жень, давай вспомним твое детство. Расскажи, каким оно было? Гражданство, как все дети. В первую очередь, у меня появился футбол в жизни. И после этого я начался как пиструна. Я начался футбол, наверное, в 7-8 лет. Возвращая футбол, мне понравилось футбол. После этого я появился футбол. В школе я появился тренинер. Мой тренинг, а потом я иду. Мой у меня заходил к футболу. В каком возрасте ты первый раз взял в руки мяч, помнишь? Ну, конечно, в шапке, в шапке, в шапке, в шапке. Расскажи немного про свой первый футбольный клуб. В первом моем экипе был экипаж Степан Челмэрэ, тренор Габриэл Архиев. Экиппа модеста, но украинца, сэзи Чумаша, мудскопия, тренор амбициоз, экиппа боно. Раньше ты долго время выступал за футбольный клуб Зимбру. Как появился вариант перехода в Мелсан? Да, значит, в Зимбру я работал два года. Май апои, у меня был спорт-мажор, у меня в школе с Зимбру. И я думаю, что многие игроки, которые были в шапке, не получили, и я остался в сперенце. Май апои, я знаю, что экипа Мелсану не нужна для украинства. Международный клуб, я звонил Лев Шишкин, и мне предложил, если я хочу, чтобы попробовать, чтобы попробовать, если я попробую, чтобы попробовать, чтобы попробовать экипу. В Зимбру как раз ты играл на поле вместе с Олегом Шишкином. Расскажи, как сейчас тебе выступать под руководством Шишкина как тренера? Да, это немного необычный, это было немного необычный, но в начале было немного необычный, если ты играл два года с его на территории, и ты его назвал на ТУ, и потом видеть его в качестве, это немного странно. Но я прошу, я запринал, все будет хорошо, я спрашиваю, и я говорю на ТУ, но я не могу, но я не могу, Это было не очень удачно, к сожалению. Расскажи, как настроение сейчас в команде? Как происходит подготовка к следующему туру? На самом деле, да, сезон был прост. Старая на эхипе есть немного откровенная, но я думаю, что это до первой первой победы. И я надеюсь, что сейчас, в Венере, мы получим восстанавливание с Костолени, и мы продолжаем дальше. Расскажи, что все хорошо. Это было. Неморализовавшись на первой победе с Саксан. Мы не потеряли, и я думаю, что сейчас, с Дача, у нас немного подошли на землю, чтобы мы подумали, что мы делаем, как мы делаем, и куда мы хотим. Мы думаем, что Дача будет на вашей стороне. Немного всего. И ждут победы с Сами в дальнейшем. Ну ладно, отойдем от темы футбола немножко. Кристина, расскажи про брата, какой он был в детстве девочке не обижал. Я могу сказать, что он был очень милый, который не обиждывал ниже фетилы, в большинстве ниже боецей. Он был более милым. В общем, я могу сказать, что он был очень милым, потому что, как я уже сказал, он был очень милым. Часто с орел из детства? Нормально, как у каждой семьи, появляются моменты, когда мне появятся, неинтересные, но... Как на тот. Да, да, после всех этих моментов. Ты учил брат играть в футбол? Ты учил? Да, я думаю, что это было конкомитент, потому что мы не были частью в стадионе на площадке, которые не могли бы сделать это в детстве. И мой брат, в последнее время, после тренировки, был в футбол, так что в футболе, в детстве. Часто болеешь за него на трибун? В детстве. У вас очень интересная фамилия. Знаете ее происхождение? Украинская фамилия. И его семьи было Сливко, а не Сливко. Действительно, после этого, что-то изменилось. Как я знаю, ты очень хорошо. Какую музыку ты слушаешь, и часто ли посещаешь короче-клуб? Спасибо, если мне понравилось, потому что, я люблю стилы. я не люблю стилы, я люблю музыку, я слушаю, кто-то слушаю. Много другого. Но, в связи, в караоке, в клубах, нет, когда нам не будет, когда мы не будем ухаживать. Когда мы в vacансе, когда мы, мы с нарядами, мы можем не позволить и поехать на караоке и мы расстаемся, и мы расстим. Как вы вообще проводите свободное время на футбол? Я знаю, что все футболисты, я люблю. Я люблю Я хочу, чтобы вы могли выйти в природу, в аэр-курат, в фильм, в шопинг, в городе, в кафе. Весь сестра ваша компания вместе отдыхаете или по отдельности? Действует. Действует много. Действует много. Действует много. Действует много. Действует много. Действует много. В большинстве, в большинстве, в 50-50. И вижу у нас появился новый герой программы. Расскажите про вашего чудесного котика. Мы называем, как мембра фамилии. Да, мембра фамилии. Он боялся для нас, и он стал более браво. Он делает атмосферу для нас в доме. Пармонентно. Он не уйдет, не уйдет. Когда мы уходим от дома. Он называет, как мембра фамилии. В общем, это твой брат, сестра есть? Он ел по спунту, как мембра фамилии. Он перманентно. Он у меня в доме, он у меня в 30-60. Он у меня в 30-60. Так, мама прямо для меня в школу. Он прямо к часорнику. Пармонентно ел им печаль. Евгений, Кристина, спасибо вам огромное за интервью. И вам, спасибо. Было очень приятно с вами пообщаться. Женя, хочу тебе пожелать удачи как можно чаще, чтобы мы видели тебя на поле. И комментатор кричал на все поле. Гол забил, Евгений, сливка. Кристина, тебе хочу пожелать женского счастья, и чтобы брат как можно чаще радовал тебя своими успехами. Спасибо большое. С вами была программа «Мил Сами Лайв». Смотрите футбол, играйте в футбол и любите футбол. До встречи.